Нуржаном Каримжановым на ваших экранах сейчас и болгарином Борисом Георгиевым. Должен получиться очень интересный поединок. Георгиев сотворил тут маленькую сенсацию. Пока маленькую, может быть потом будет и большая. Дело в том, что никто не ожидал от него сильного выступления. Когда он уже во втором раунде закончил бой с Алжирцем на середину в Филале, ну что скажешь, малоопытный боксер в Филале, не боксерской державы, в Болгарии вроде бы традиции. В общем, к этой победе не придали особого значения. Но во втором круге он разгромил американца Рока Алина. Пользовался определенной известностью. И хоть и не ходившего фаворитов, но вполне уважаемого соперника. Вот. И теперь ждут, собственно говоря, что Георгиев покажет дальше. Первый раунд. Очень осторожно боксирует Георгиев. Он и оба своих бой до этого провел так же, знаете, в таком дистанционно-игровом стиле. С вот такими вот резкими выпадами. Неожиданными. Но сейчас, правда, неожиданно для него оказался... Для него самого оказался удар Харинжанова. Тем не менее. Вот так вот он и победил всех своих соперников. Георгиев не достал Харинжанова. А Георгиев достал. И еще достал. Тут большая и довольно дружная группа казахских болельщиков. Которая поддерживает Харинжанова, используя различные динаматические выражения. Надеюсь, вы их не слышите. Закончился первый раунд. Ну что, вы знаете... Не надо за ним бегать. Слышали, да, указания? Не надо за ним бегать. Совершенно правильно, надо сказать. Потому что Георгиев именно этого и ждет. Не китайсь, вот все как это. А вот кто-то еще может ближе. Он уже не знает, что делать. Он привык, что на него делается. А ты... И вот здесь, вместе с ним, и где-то это, вот это, свою работу. Так, боже, не убрать. Очень точно говорит тренер Георгиеву, что Георгиеву только и надо, чтобы за ним бегали, чтобы на него бросали. Он к этому привык. Он только сказал, что Георгиев не знает, что делать, если так себя вести не будет. Посмотрим, знает или не знает. Я ничего не утверждаю, мне. Просто интересно, на самом деле, посмотреть. Пока так ничего про небольших тычков. Георгиев. Георгиев. Я ничего не говорю. Георгиев. Георгиев. Я ничего не знал. Георгиев. Выцепил. Зацепил. Опа. Ой, ой, ой. Как хорошо. Джеб и левый боковой. красиво как-то работает георгиев комбинация джек левый боковой очень понравилось ударил болгарин очко получил казах отлично я не болею ни за того ни за другого честно говоря в этом бою просто нравится такой взгляд на судейство что три человека сразу ошиблись удар регистрируется если было трое судей из пяти зафиксированный удар сейчас все правильно сейчас пробил прим джану вышел вперед впервые в этом бою эти как четко выполняют установки и бегает так попал болгарин закончился раунд опять таки ровненький раунд очки более-менее точно отражают на мой взгляд георгиеву может быть чуть-чуть не додали два джеба с выходом из зоны а это вот самый лучший удар Кремджанова справа 2 раунда позади а все в этом бою еще впереди начинают с нуля наши боксеры наш боксер точнее балетин вот здесь уже не выступает так что каждый вправе сам выбрать за кого ему болеть все в том же ключе наверное георгиев ждет что наконец-то пойдет в атаку но мы оба в первой атаке по-моему ударили оба засчитались только Кремджановы по-моему здесь болгарин ударил а очко пошло Кремджанову я вы знаете часто вспоминаю что мне Костя Дзю говорил во время Сиднейской Олимпиады он говорил что когда я вижу как судьи начисляют очки мне иногда кажется что я ничего вообще уже не понимаю в боксе но сейчас же так мощно пробил георгиев но сейчас же так мощно пробил георгиев давайте посмотрим что тут интересно в т.к. в т.к. в т.к. в т.к. он все-таки он хочет хочет чтобы тот ввел тот бой который нужен ему провоцирует его на атаку в т.к. в т.к. в т.к. в т.к. в т.к. в т.к. Кремджанов и опять равный счет хотя ну знаете у меня четкое сейчас ощущение что очка три четыре у георгий и не то чтобы украли но улыкнули и опять скажу я здесь ни за кого не болею Где-то её свободно струстится, ему уже... Господи, хочу только, чтобы Милли Блэна наказали за победу над Малейсиным. Вот, единственное. Супка, она тут зажми. Да, я убогу загоню. Вот левый сбоку, а здесь правая ножка. И это зажми. Супка, она тут зажми. И левый длинный вперёд. Четвёртый раунд. Катаркос Герой. Катаркос Герой. Раунд 4. Не достаёт сейчас Валгарин. Валгарин. Не достаёт сейчас Валгарин. Кажется, Валгарин. Попал, попал Болгарин. Попал, еще снова сравнялся. Пропустил, пропустил удар справа Георгиев. По-моему, еще Калиндзану, правда, локтем пытался добавить. Ну, опять счет мячейный, но Болгарин-то выиграл размер. Широко держит руки, вызывая Калиндзанова на атаку. Счет-то равный за 30 секунд до конца боя. Так, чем же все это закончится? Замечанием. Опа, попал Болгарин. Очка не дали. А, все-таки дали. Ну, это уже безобразие, вообще, называется. Ну, вот, Болгарин вырвался на 2 очка за 70 секунд. Закончился бой. Борис Георгиев выиграл с разницей в 2 очка. 22.